Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, его ведущий, Григорий Важов. Ну а пока я вкратце напомню вам, с чего начиналось реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 859 человек, пришедших на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», после нескольких этапов отбора осталось всего 135 человек. Эти 135 участников образовали 27 команд по 5 человек в каждый. Из 27 команд в результате выжили и прошли в финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» только 10 команд, которые вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Вот уже четвертую неделю кипят страсти вокруг команд, которые борются за главный приз реалити-шоу – 1 миллион рублей. Как говорится, что день грядущий нам готовит? С каждым разом наставники придумают все более и более сложные задачи, а критерии оценки становятся еще жестче. Было принято решение каждую неделю выбирать лучшую и худшую команду по оценкам жюри. Теперь каждое задание будет оцениваться, внимание, по пятибальной системе. Команда-победитель предварительных этапов будет получать 20 тысяч рублей, а у проигравшей будет вычтено 10 тысяч. Ну что, все, кончились игры, началась настоящая схватка. Ведь основной критерий победы в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» – это зарабатывание денег. Ну а сегодня каждой команде необходимо сделать анализ бизнес-модели какого-нибудь конкурента, а также прислать свою презентацию на тему «Бизнес-модель своего собственного проекта». Хотелось бы отметить, дорогие друзья, забегая вперед, что сегодняшний день на «Фабрике предпринимательства» был особо богат на события. Было вот такое... Так, а, ну, коллеги, давайте это... Я эту команду породил на сцене, там, во время голосования активно за нее агитировав, да, и она смогла пройти финальную часть. Я, наверное, ее и убью. Презентации нет, но, ребят, реально ничего не рассказали, сами, наверное, понимаете, слабо, слабо, поэтому, ну, без обид и, наверное, до свидания. Это больше похоже на триллер. Я тебя породил, я тебя и убью. Дайте нам шанс. Дайте вам шанс. Мы заберем. Вы понимаете, да, почему именно она за вас заступилась? Я прошу всех участников относиться к этому проекту нашему совместному с «Фабрикой предпринимательства» и совместному министерству экономики. Помимо того, что здесь задействовано огромное количество людей, основная задача этого проекта – это популяризация предпринимательства и просьба очень серьезностью отнестись к тому, что вы прошли, вы уже победители, вы одна из десяти команд, и в случае, если попадается такая разность в жизни ситуации, бывает, тогда рекомендуем вам быстро в оперативном порядке найти людей, ваших единомышленников, которые вас поддержат, и просто идти вперед. Здесь других вариантов нет. Совершенно верно, да. Я бы тоже сказал, да, мы по условиям нашего, по правилам, которые мы сами же создали, мы не можем эту команду пропустить дальше. То есть у нас были четкие условия, мы их озвучили на первом же своем мероприятии, на первом же своем задании, вот, поэтому вот у нас есть четкие правила фабрики предпринимательства, которые утверждали всеми наставниками, в которых единственное условие было отчисление команды – это невыполнение задания. Нету ритмичных действий, соответственно, у этого проекта вообще нету шансов дальше двигаться. Поэтому я вот предлагаю все-таки данную команду отчислить с проекта реалити-шоу, в связи с тем, что не выполнены единственные условия, по которому предусмотрено отчисление. Один момент. Мы, может быть, действительно можем и отчислить, согласно регламенту, но другой вопрос мы не можем не дать людям сказать, которые пришли. Что касается нашей деятельности за последние две недели, собственно, были размещены объявления на бесплатных площадках на большинстве, поступил один-единственный звонок совета, затем как-то у нас наша деятельность, то есть возникли, собственно, разногласия в команде, и сейчас мы стоим перед выбором остаться в данной нише или выбрать другую. Расскажите, пожалуйста, что вы оказываете услуги для детей? Для родителей. Для родителей предоставляют домики. Где стоят эти домики? Либо на дачном участке, если они деревянные, либо, если они из пластика, соответственно, можно их и в квартиру. Честно говоря, идея такая, да, ребята из других команд видят, ребята пришли вдвоем, выступили, поэтому определенные задатки у ребят есть, и если у кого-то есть в своих командах, скажем так, как вакантные места, ну подумайте, может быть, их и стоит к себе взять. Согласен, это хороший вариант. Могут и ваша команда развалить. Первые слезы проекта, да, я так понимаю? Все, коней нет у нас больше. К сожалению, проект есть проект. Ваши впечатления об участии в проекте? Наверное, хотели сказать спасибо данному проекту за то, что мы в нем попали. На самом деле прошли такой этап отборочный, уже сформировалась у нас команда. Хочу сказать, что как, собственно, в команде мы поработали, ну и получили то, чего заслужили. Как вы думаете, какая команда, прогноз, может победить в проекте «Фабрика предпринимательства»? Здесь, наверное, команда «Шарк». Хоть мы и не успели сегодня посмотреть ее презентацию, но на предыдущих занятиях она достаточно хорошо себя показала. Они достаточно компетентны в своем деле. Желаем вам удачи. Ну а вот мне, честно говоря, кажется, что это команда начинающих предпринимателей, которая уже вовсю там делает дела. Сбудется ли прогноз участников команды «Ход конем», мы узнаем в финале. Ну что ж, спасибо вам, ребят, за участие. Не вешайте нос, ну и, конечно же, дерзайте. Спасибо. Это была команда «Ход конем». Команды заслужили того, чего заслужили. Ну а команда коллектив начинающих предпринимателей предложила пересмотреть свои оценки, поставленные наставниками, и поменять правила игры на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Я хотел бы сказать, на прошлой неделе вот с Артемом Захаром и мы все встречались, и нам четко была дана цель – ребята, принесите деньги. Также я вот думал, как на баре еще не открыто можно вообще заработать каких-либо денег. У нас получилась выручка 41 тысячи рублей. У многих людей не было вообще никакой выручки. А также мы пришли пятером, то есть у нас команда сильная. И я хотел бы, может, пересмотреть оценку КНП. Что это? Бунт на «Фабрике предпринимательства»? Наставникам в лице Артема Захарова был дан весьма жесткий ответ. Выпросить, что ли? Не все были наставники при первом выступлении. Девочки, вы там минус полбалла за наглость сделаете. Стоило бы отметить, что для некоторых команд этот день стал переломным. Итак, поехали. Начну, пожалуй, с самого главного события. Команды обрели своих наставников, а наставники – команды. Как это было? Небольшую интригу в процесс выбора команд наставниками внес Айдар Исмогилов. Могут уже точно сказать, что труд предпринимателя. Что это такое? Как это бывает? И насколько он успешен? Хочу вам сказать также, что это только начало. И настоящий успех впереди для тех, кто будет очень сильно стараться. Поэтому желаю всем победы. Ну и сейчас мы будем разделяться по наставникам. И мне, наверное, коротко надо закончить тем, что… А какая команда куда хотела вообще? Давайте начнем вот КНП. Куда хотел? К кому? К какому наставнику? А мы ничего не планировали. Вы выбыли, значит, уже, да? 5 Energy. Куда хотели? Еда к еде. All in all. Захар. 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 Спасибо, я на третьем, тоже неплохо. Аплодисменты. Как говорится, попал в призы. Команда А. Атем, вы видишь, когда нет. Атем, когда нет. Амбицентр. Когда нет. Четыре плюс один. Айдар. Айдар, вы с какой целью спрашиваете? Вас никто не выбрал, и вы ушли из проекта? Мне задание такое. Мне задание дали. Я знал, что меня никто не выбрал, но я не буду сейчас себя рекламировать. А, ну… Потому что голосование уже прошло. Друзья, сжальтесь. Ничего изменить нельзя. Сжальтесь над наставником. Назовите его имя. Итак, носорог. Вот. Стоило обратиться к аудитории. Я о себе был лучшего мнения, но я теперь займусь. Золотая орда. Разбитные разведенки. Каждому из мэтров. И шарк. Мы любим всех. Отлично. Я самый длинный выступающий был, потому что нужно было определиться, куда вы хотите. Теперь я могу сказать, что от вас ничего не зависело. Вы тут посовещались, и мы решили. Поэтому, так как ко мне не хотел никто, я могу сказать, что я выбрал амбицентр. Давайте похлопаем. Амбицентр. А зря, конечно. Айдар на последнем проекте «Стартфабрики» привел свою команду к победе. Поэтому то, что, видимо, это было скрыто от участников нашего реальти-шоу, это и сказалось на низкой активности. Понимаете, кого вы упустили? Амбицентр я выбрал. Произошло это не сегодня, а гораздо раньше, чем я узнал об их идее с мойкой окон. И я склоняюсь к тому, что мы первое место займем, потому что я знаю, что из этого сделать, как сделать настоящий бизнес и какие ошибки нужно исправлять. Единственное, от чего зависит результат и моей, и всех оставшихся команд, я считаю, это усилие, которое прилагает на своем пути предприниматель. То есть, когда он сдается, шансов для победы нет. В то же время, если он не сдается, ничто не мешает ему победить. Поэтому, к принципу, думаю, что эта команда, если она не сдастся, займет первое место. После долгого обсуждения наставники определились с выбором команд. Итак, давайте узнаем, как решили наставники. Артем Когданин изъявил желание поработать с командой А. Очень приятно, что мне досталась эта команда, потому что приятно работать с участниками, которых ты уже знаешь, с которыми ты уже знаком. И я все-таки вижу потенциал. Единственный минус у этой команды, они могут не получить первых доходов, ввиду того, что постройка квест-комнаты занимает определенное время. И они могут не успеть до конца проекта ее сдать уже как готовый проект, для того, чтобы начать уже получать какие-то деньги от клиентов. Артур Николаев выбрал команду All in All. Вообще, я, честно говоря, в последний вагон, можно сказать, скачил. Были ребята, которые пригласили, которые сказали, есть такая интересная идея. Действительно, идея интересная. С каждым днем она все больше и больше меня тоже захватывает. Но из всех команд, я так в голове прикинул, команда All in All, я за нее как раз и ратовал. Команда Five Energy будет работать с Маратом Бугудиновым. Мне изначально была близка команда Five Energy, поскольку с профессиональной точки зрения мы занимаемся одним и тем же. И моя компания занимается исторически фастфудом. И мы в последнее время открыли для себя направление мобильной торговли. И ребята тоже, в свою очередь, изначально решили заняться мобильной торговлей. И так получилось, что в этом направлении я сейчас сам начинающий предприниматель. И они тоже начинающие предприниматели. По многим шагам я не совсем далеко от них ушел. Но, с другой стороны, базового у меня больше опыта в организации общественного питания. И поэтому, мне кажется, работа с ними будет полезна не только для них, но и для меня. Вот так вот цинично я выбрал их. Сергей Шувин изъявил желание поработать с коллективом начинающих предпринимателей. Если честно, сама идея, которую они придумали, мы сейчас с ними обсуждали, мне не очень по душе. И я не понимаю пока, как мы будем зарабатывать деньги, чтобы добиться определенных задач. Поэтому в ближайшие дни мы будем сидеть и с ними смотреть, может быть, даже концепция поменяется, и мы не будем делать то, что они предложили. Ту сферу, которую они выбрали, клубы с баром, ну, во-первых, денег не заработаешь, да, и, во-вторых, очень большие инвестиции, порядка миллиона двести нужно, чтобы открыть клуб, купить технику. И я считаю, что для начала, для старта это очень большие инвестиции и очень большие вложения. Лариса Парфенова постарается обуздать команду «Носорог». Мне запомнилась, конечно же, команда, которую я выбрала для себя, это команда «Носорог», которые затронули нишу по организации тренингов, но здесь запомнилась не сама ниша, а именно запомнилась ту область, которую не затронули. Это личная жизнь. Вот, поэтому очень тонкий такой момент. Надеемся, что в дальнейшем, под моим началом, попробуем данную идею довести до ума, так скажем, и реализовать. Команда «4 плюс 1» очень довольна выбором своего наставника и с удовольствием поработает с Рафаэлем Зайнудиновым. Друзья, на самом деле, я вас хотел поблагодарить и сказать вам слова благодарности. Вы молодцы. Вы сделали самое главное. Вы сделали первый шаг. Вот самая первая задача в этом деле – это действовать. Вот вы сделали первый шаг, и я уверен, что вот мы с вами, мы в одном городе живем, да, но может у вас географии будет и больше, там, и пойдете за рубеж. Вот каждый из вас через 10 лет будет бизнесменом, и я так думаю, что он на хорошем уровне. Артем Захаров выбрал амбициозную команду «Шарк». Я на самом деле не разделяю какого-то там позитивного настроения других наставников. Я считаю, что группы работают плохо, двигаются медленно, и, ну, отсеивать надо 70%. Не подача материала, не вашей презентации. Презентация – это вообще детский сад, это там дешевый PowerPoint, поэтому над этим тоже надо работать, потому что как мы себя презентуем, как мы себя, вот эти вот то, что там кто-то сказал, что вот мы не успели в презентацию сказать, еще вот это, вот это, вот это, но это все детский сад. Андрей Курамшин будет работать с командой «Золотая Орда». Я хочу сказать всем участникам, что они молодцы, да, они же в каком-то мере победители. Надо быть готовым к тому, что не все так хорошо складывается, если надеяться на авось, если ничего не делать, само собой в бизнесе ничего не складывается. Поэтому я хочу, чтобы это было для всех хорошим уроком и чтобы в каждом следующем занятии все знали, что если они ничего не будут делать, то их тоже мы выгоним. А так, всем успехов! Теперь команды получили в лице опытных наставников опору, как говорится, и фундамент. Команды и наставники теперь будут идти вместе плечом к плечу, браздя океан неспокойного бушующего бизнеса. Я не думал, что наставники реалити-шоу «Фабрики предпринимательства» будут настолько принципиальными. Теперь наставники за слабую подготовку и отчет могут показать команде красную карточку, то есть сделать предупреждение. Это еще одно новшество наставников. Несколько красных карточек, и команда может совсем покинуть проект. Но по правилам реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» в команды могут прийти другие бойцы. Как сказал Артем Захаров, в основном презентации были скучными и неинтересными. Пока подход к делу у команд оставляет желать лучшего. Но команды стараются, и это главное. Ну а самые, на наш взгляд, интересные презентации мы представим вашему вниманию. Смотрим! Команда «Файф Энерджи» – мы делаем деньги! Занимаемся едой, изгодновлением сэндвичей кубинских. Они очень натуральные, вкусные. Ну, ценность для потребителей – это сытно и вкусно поесть. Мы изучили ближайшего конкурента. А у них, ну, правда, не очень вкусно, да, но зато очень дешево и доступно всем. Но вот эта тележка, в которой мы собираемся продавать свои сэндвичи, мы планируем привлекать народ из контакта и Инстаграма в основном. 9 мая мы первый раз презентовали свой продукт населению. Мы встали возле Казани-арены, арендовали кабинку, показали достаточно неплохие результаты. Конечно, мы сейчас в минусе, но есть на то ряд определенных причин. Вот, наши инвестиции составили 17 тысяч рублей. Смотрите, вопрос такой. Нет ли у вас мысли о расширении ассортиментной матрицы? Потому что к вам подходят люди, которые хотят есть, то есть они, наверное, еще хотят пить, они, наверное, хотят каких-то сладостей и так далее. Да, мы, во-первых, разработали свой, как бы, пунш, ну, лимонадик такой простенький, но вкусный тоже, он у нас очень дешевый. У нас было вообще изначально 4 блюда, но вот с Маратом Бугудиновым, лучшим шеф-поваром России, мы отобрали всего два блюда изначально, которые больше всего хранятся, которые наиболее вкусные, ну и которые-то сытные еще при этом. Ну, рассмотрим, все конкуренты ваши говорят, что они вкусно, сытно, но только еще дешевле. Ну, во-первых, мы хотим, так как мобильная же точка, у нас, мы хотим вставать в тех местах, где народу вот нету маков, нету бургеров там поблизости. То есть ваша фишка – это мобильность? Мобильность, да. Самый сложный момент, который вот Артем правильно сказал, у вас будет согласование места. С этим вопросом вам нужно точно озадачиться, чтобы понимать, где вы можете вставать без специальных разрешений. Молодцы, что вы уже добились первого результата. С точки зрения экономического расчета, вы правильно говорите, что нужно рассчитывать не окупаемость, вместе с инвестициями. У вас затраты 3 тысячи, а выручка 11 тысяч. Это хорошие показатели с точки зрения рентабельности. Молодцы, так держать дальше. Когда они начали продавать, они уже столкнулись с некими трудностями, какие-то пришли проверки там и так далее. Ребята уже почувствовали, как это на самом деле работает, не на теории, да, а на практике. Команда «Золотая Орда»! С нами к победе Алга! Мы занимаемся производством плюшевых медведей, больших от 80 до 160 сантиметров. Основными конкурентами у нас являются мишки в Казани, мы выезжали к ним на базу, общались с ними. То есть они говорят, что у них собственное производство, но по факту материал тоже китайский. То есть мы предполагаем, что все равно это то же самое шкуры китайские. Конкуренты у вас шкуры китайские? Нет, ну конкурентов у медведей получается шкуры китайские. Теперь самое главное, у нас основная проблема стоит, это, как выясняется, в Казани никто не может пошить хорошего медведя красивого, они все получаются вот такие. Вот мишка-урод, мишка-гуманоид, непонятно что. Следующий слайд можно? Мишка-пес и мишка-муравей. Ну он запланировался как медведь. Просто хочу сказать, что у нас сейчас минус 9 тысяч по расходам, но это нас не останавливает, у нас цель как раз сделать очень хорошую мишку и как раз то, что Марат сказал, сделать три элитных вида, они будут стоить около 7-6 тысяч, на них мы будем делать очень хорошую маржу и соответственно для этого мы будем снимать видеоролики и соответственно каждый персонаж будет как брендироваться. Я вообще советую от идеи именно с мишками отказаться продавать маркетинговые услуги. У вас блестящий, хорошо продуманный рабочий процесс продвижения, вы можете продвигать таким образом все что угодно, вы умеете это сделать. Вам не нужно браться сейчас, цепляться за мишек, продайте свои услуги другим командам. Я думаю, что это одна из самых сильных презентаций, которая действительно сегодня была, я как автор постановки задачи по бизнес-модели хочу сказать, что вы отлично справились, плюс действительно отзывы наставников, что вы большую работу провели, я бы предложил на данный момент использовать готовых мишек, у вас уже маркетинг построен, вы начинаете через этот канал реализовывать уже готовый продукт, пусть с меньшей маржой. К сожалению, из продуктов они для себя выбрали не совсем правильное направление, это плюшевые медведи, изготовление, то есть фактически тот продукт, которого у них нет. Но при этом, несмотря на то, что продукта у них не было, они смогли создать рабочую уже сеть по продажам, смогли настроить и страничку с минимальными затратами, найти своих потенциальных клиентов и фактически уже наладить эти продажи при отсутствии самого продукта. Посмотрим на итоговую таблицу за 4 недели. Хотелось бы напомнить, что победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» будет та команда, которая заработает больше всего денег. Подведем итоги. Лучшей командой стала «Five Energy», за что получила переходящий кубок от «Фабрики предпринимательства» и плюс 20 тысяч рублей к итоговой выручке за время проекта. Самую низкую оценку жюри поставила команде «Абитцентр», которая показала за неделю самый низкий результат по мнению наставников. Также из итоговой выручки команды будет вычтено 10 тысяч рублей. Ну а команда «Ход конем» вообще была отчислена за несоблюдение правил, так как совершенно не подготовилась к еженедельному отчету перед наставником. Но это еще не все. Все тяжелее и тяжелее становится на «Фабрике предпринимательства» тем, кто, к сожалению, не может выдержать в этой бескомпромиссной схватке некоторые команды уже недосчитались своих бойцов. Итак, давайте теперь озвучим домашнее задание на неделю. Подготовить отчет по объявлениям на 50 разных площадках. Зарегистрировать юридическое лицо и прислать копию документов о подаче заявки с печатью. Министерство экономики Республики Татарстан совместно с «Фабрикой предпринимательства», Казанским федеральным университетом при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова